Добрый вечер, дорогие мои. Сегодня у нас 1 мая. Видите, вон дети кричат, радуются. Всех вас поздравляю с праздником. Мир, май, труд. Детство хоть с вами вспомнил. Поблагодарить сегодня за поддержку канала никого. Сразу перейдем в мир голубям неба. Попробуем посадочку снимать. Время уже поздно, я чуть не забыл. Я сегодня даже ролики снимал. Там наверху тоже есть, которые сейчас потянем. Так, где они? Вон там. Дух вижу, мелкается. Пишет, не знаю. Я пазик наливаю, дверь открываю, голубей выпускаю. Они сами летают. Это Акбайщик. Наверное, выйду на улицу, а то дети не дадут. Сильно кричат, они оттуда. Попробуй снимать. Да, еще ком надо закрыть, а то сейчас ворожка придет. Если не летают, то придут воровать. Так, там мне несколько вопросов писали. Сейчас по ходу дела почитаю, отвечу. Пока чуть-чуть посадочку снимем. Посмотрим, кто сегодня будет чудить. Ну там, по-моему, генерал-дурачок. Сейчас потянем, чтобы видно было. Это Акбайщик маленький. Так, это кто такой? Это не этот? Да, это этот пескунчик, который последний показывал. Я же сказал, в один момент забой у дяди. Это вот тот. А там раскроется. А там раскроется. Так, кто будет на улице, посмотрим. Мелачевку уже садятся они. Посмотрим из этих, кто что будет показывать. Я даже не знаю, кто в небе. А, ну вон желтого челя вижу. Но почему-то он от толпы летит. Он не должен тут летать. Походу он уже давно летит. Походу уже давно. Так, это вот та чернохвостая голубочка. Чубатенькая. Сейчас посмотрим, она будет класс показывать. Просто раз поднимала, она что-то ничего не показала. Пришлось как эти, как настоящий голубедержатель рассказывать, Как я наш шикарный стал бы тянет. Посмотрим, у нее зеленое крыло мазано, правая сторона. Почему правая? Потому что голубок я крашу обычно с правой стороны. Ну, по привычке. Мужчина это левая. Ну, левая должна идти. Женщина всегда направо должна идти домой. Понимаете? Так же и крашу. Ну, по поводу литок, наверное, открыть. Вспомнил хороший старый анекдот. Значит, ну еще был. Ну, поскольку сегодня еще и 1 мая. Ну, это как бы наш советский праздник, да? Хотя Советского Союза уже нету давно. Но праздник остался. В общем, как и 7 ноября. Приходит комиссия, проверка. Вон, Яшка полетел. Видите? Вот он. Ну, это эти. Пустельга, перепелятник. Вот из этой серии. Вон, туда, по сторону балка. Из этой серии. Да. Ты что, товарищ? Что-то не походу бьет. Да. Значит, приходит проверка. Птицефабрику. Ну, и спрашивает директора фабрики, короче. Как там кура? Да все замечательно. План даем. Мясо даем. Яйца даем. Чуть ли не молоко тоже даем. В общем. А как там? Чем вы их кормите? Ну, вот, говорит, семечками кормим. Кукурузу кормим. Там пшеницу кормим. Короче, все, говорит, снять с должности. Вы не соответствуете на эту должность. Как? Почему? Как это так? Советские люди голодают. На Кубе люди голодают. Дети голодают. Ты засранец, говорит. Семечками курей кормишь. В общем. Да. Тот успевает там позвонить знакомому. В общем, слушай, говорит, так, так, говорит. Вот приехала комиссия, говорит. Ну, сказал так. В общем. Да. Короче, с работы сняли. Это, по-моему, пескончик. Да. Это, по-моему, пескончик. Чубатенький. Сейчас посмотрим. Значит, проверка другую птицефабрику. Та же самая ситуация. Значит. А наверху он есть там уже. Троих вижу. Да. Тоже уволит. Чуть ли не уголовное дело начинать. Этот тоже звонит другу своему. Слушай, говорит. А что, приехали. В общем, проверяют. Говорит. Что, говоришь. Говорит. Сажают, говорит. С работы снимают. Говорит. Все. Пусть приедут спокойно. Проблем никаких нету. Ну, приезжает комиссия. А что-то показывает ферму свою. В каком состоянии. Ку. Это, да. Куру такие. Упитанные. Нормальные. Яиц. Полно там. План. Выполняем. Перевыполняем. Все замечательно. Ну, это хорошо. Говорит. Ну, теперь скажите. А чем вы их кормите? В общем. Уважаемый, говорит. Проверяющий. Говорит. Мы, говорит. Посчитали. Для того, чтобы сторона была в плюсе. То есть, мы не ушли в минус. Короче. На каждую куру, говорит. В месяц выходит 50 копеек, говорит. Денег. В общем. Тогда мы, говорит. План перевыполняем. Как бы. Там по всем показателям. Мы, говорит. На личку отдаем их. Руки, говорит. Сами чем хотят, теми питаются. Теперь. Дверь открывает. Тазик ставлю. Корму даю. Сами как хотят, так и летают. Да. По-моему, это пескончик. Да. Да. Это пескончик. Да. Раскрывается уже. Насколько я понял. Что-то, по-моему, для пескончика слишком сильный бой он взял. За пару дней. Ну, сейчас посмотрим. По-моему, он. Эльгар Джам. По-моему, это он. Одна гнездка у Вова в руках. В Дагестане. Да. Выход дает. Вчера он еще эти... Ну, сейчас я убежусь, пойду к голубятне. Вчера еще лодочку нет-нет кидал. Ну, это чубата или без чубы его выворачивает. 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 Сейчас, чтобы не обмануть, по-моему, это он. Хотя для одного дня очень сильно раскрылось. Сейчас пойду, посмотрю. Так. Ну, в голубятне его нету. Ну, в голубятне нету. Так что придется подождать, пока спустится. Но по комплекте, по полету, это он. Эльгар Джам. Это вот этот чубатенький пескунчик, по-моему. Ну, да, это он и есть. Это он и есть. Вон, чубчик видно. Касавец. Ну, видите, за один день как раскрывается, дорогие мои. Как, говорит, дай мне твоих голубей, я тебя покажу. Вам был голубь такого же типа. Он прилетел. Катастрофа. Так, дорогие мои. Но мне там больше, по-моему, я двух или трех считал. Но там больше, по-моему, в небе. Вот один спускается. Один спускается. Один спускается. Один спускается. Один мелкается. Так, где остальные, блин. Один спускается. Еще двое. Еще двое. Да они, видите, разнообраз летают, понимаете? Голуби не летают кучей. Они в разнообраз летают. Вот там один, вот второй. Вот третий. Больше пока не вижу. 4 4 штуки вот в одну 3 и 1 высота крышу ошибают поэтому подождем сейчас корма накинем почитаем комментарии там люди нам пишут нам пишут ответить вопрос по моим пескунчик чудо александр пишет гагик смотрю с удовольствием сам держу мало для души гоняю до остатки ну когда остается трех пар иногда и россии в земле забрал игра и мед превыше всего а мать чук ноги ноги для души мира мир голубян либо она либо забыл написать это очень хорошо грубее нужно держать для души это животное что голубей что собак там что это кто там ну где над держать мы с не корова там чтобы доить или кто другой не куры чтобы яйца получить мясо там понимаете ну мы с ней тогда люди которые держат курей ночью выросла зарубили поели да вы с голубей не будет правильно то есть это совершенно другая это для души однозначно ну по поводу того чтобы ястреб земли не забирал то нужно кошку завести когда кошку у вас будет на земле ястребне зеленый тогда не рискнет да и кошки тоже чужие не рискну за этих вам голубят не все верно сказано еще так говорят если у человека есть мозги то с возрастом он станет мудрее а если человек мудак то с возрастом он не станет мудрее он станет старым мудаком своей жизни я встречал таких детьми были думал повзрослеет по умеет жизни улица заставить ввести себя правильно по отношению другим а нет такой же я останется понимаешь дорогой максим как говорится нагреть а то песен это до осеньки никогда не родится апельсинки когда ну на армянском если же хорошая поговорка да кармелькова или акаши чайков и красная корова никогда не поменяет цвет своей шкуры понимаете они такими останутся так тут артем пишет добрый день подскажи пожалуйста шишка продольной на забой и кожа подчернила в этом месте и у него второго начинается но первую очередь артем дорогой тебя необходимо обработать корм чтобы у них не было вот этой пробки ну и как вытащить эту пробку я уже несколько раз показывал на там моих роликах и как вытащить туда посмотри как это делается вытащить для начала можешь пару дней там это йоксон павший к добрый утро мне всегда было смешно слышит когда кто-то говорил дай мне твои голубей я покажу покажу что они не умеют летать что они не пьют что хищник их перебовит и так далее тому подобное это какие же талантливые люди как они быстро могут из голубей сделать говно те кто что-то умеет и понимает так сказать не додумается да но это талантище миша талантище они так а те те пока высоко от трех вижу четвертого не вижу но сейчас отвечу и продолжу вот 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 этот сил вот вот сейчас потянем вот вот один два один два где еще должен быть а а вот третий подальше третий подальше так ну все почитаем комментарии надо что и пишут макс пишет ну это про обработки от пухопераеда под этим роликом отлично попробую я только суминак использовал так как у некоторых голубей были мухи, кровососы. Весь купал разок и все сдохли. Сумамак одна ампула на 8 литров воды. Если на 5 литров, то голуби начнут в сутки танцевать чесотком. Ну, как раз они должны танцевать чесотком. Такой препарат я не использовал. Ну, кто использовал, вы можете высказать. Ну, делитесь своим опытом, дорогие мои. Что мы делаем? Мы делимся опытом. Мы делимся опытом. Понимаете? Кто что знает, собой могилу не внесет. Ну, хоть можно делать доброе дело, людям подсказать. Ну, тут опять Артем пишет. Добрый день, подскажи, пожалуйста. Зуб опух и кожа подчернила на зубе. Первый раз такое. Ну, буквально перед этим читал я его комментарий. То, говорит, парадольная шишка, то опухла. Значит, Артем, дорогой, парадольная шишка и опухла. Это две совершенно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Значит, причина в обоих случаях это как раз и есть корм. От плохого корма, ну, вот многие, наверное, слышали там это, да, если не видели, то слышали, может, в телевизоре там фильмах увидели, когда корова поела сырую траву, в общем, и живот у него набухает. Значит, на этом животе делают такой надрез и пропускают воздух. Значит, сено в желудке начинает это, да, у корова начинает бродить, начинает собираться газы. Вот когда у голубей зоб надувается, там не вода, вот когда вода, это салмонеллез, это, да, там, практически 100%, ну, может быть, и вертяжка, при вертяжке тоже надувается зоб. То есть, они много воды пьют, у них начинается жар, и птица в основном пьет воду. В общем, а если это, да, то есть, тоже так надувается, если там вода, значит, это у тебя болезнь. В общем, если воздух, то это, да, начинает брожение в желудке у этого. Эдгарджан, это вот от чернохвостой голубочки. Дочек, это, да, писькунчик. Это тоже твой. Да, начинается брожение, вот этот воздух. Ну, можно руками надавить, в общем, она тяжело выходит. Аккуратненько надо надавить, чтобы через клюв этот воздух вышел. Но если у вас не получается, то можете просто обыкновенной иголкой проткнуть зоб. Голубь не умрет от этого. Не бойтесь. Даже двойной удар долбанул. Да, голубь от этого не умрет. И пропустите этот воздух с этого, да, зоба. Желательно сделать промывание марганецы, то есть, слабый раствор марганецы, короче, вот эти большие шприцы, которые есть у меня. Я показывал для гормеления птенцов. Слабый раствор марганецы, прямо зоб промываете. Вообще, от отравлений, когда голуби у вас отравились от чего-то, лучше, конечно, промывка. Ну, ведь мы же тоже, вот когда люди отравились, там, от лекарства, от того, от другое. Ну, что делают? В первую очередь, желудок промывают, чтобы спасти человека. То же самое промывание делается с голубями. В общем, да, у меня вот, 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 видите, у головки зоб надулась. Вот, вот эта же ситуация. Я сегодня утром давал последний корм, который был, да, обработан. Вот у него вот этот получилось. То есть, этот корм уже, ну, надо было выкинуть, не давать этот корм, потому что я уже почувствовал запах такой. Даже медным купоросом, когда мы обрабатываем, это на неделю. В общем, это, да, там, желательно 3-4-5 дней, почаще обработать корм. Потому что через некоторое время она начинается, да, как бы тоже опять, ну, этот, плесня набирается. В общем, у него как раз вот процесс этот, да, выдавливать промывку, либо мирамистином повшикать, чтобы вот эта херня ушла от него. В общем, иначе мотом может быть последствия нехорошие, дорогие мои. В общем, ну, как бы вот так. Все, ты уже малышок. Малышок. Это тоже из зимних тискунов. По-моему, голубочка должна быть. Это вот чернохвостый чубатый голубочка. И папа у него пер и шейка голубь. Тот, который... Ну, я говорил, что там непонятно. Мать сильная, отец сильный. Что из них получится, время покажет. Ну, до этого она четко летала, всю зиму летала, от крышника уходила. Сейчас бой закрепляет. В общем, если в один момент уйдет за бой и откроется, будет замечательно. А если уйдет за бой и никогда не откроется, значит, пару надо будет перепаровать. Так, ну, а тех, 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 тех. Не знаю, там сколько, три или четыре штуки было. Не вижу. Да, они такие охреневшие. Там один из них генерал, по-моему, был. Сейчас найду, покажу. Так, дорогие мои, не вижу я никого. Не могу найти. А, не, вон, вон, четыре штуки. Все. Значит, пескунчик, это был пятый. Все, нашел их. Эх, нашел. Ну, они уже должны будут сейчас скидывать, потому что уже все темнеет. Ну, не летают у меня. У меня точно голуби ночные летают. Какие-то неправильно. Вот у других всю ночь летают. У меня ни хрена. Так, я сейчас еще сделаю это. Да, хочу промыть желудок. Вот этой голубочки. В общем, у меня там есть раствор. Ну, покажу. Так, дорогие мои, это у меня бутылки. Готов уже раствор марганицы. Ну, это вот этот шприц. Там, сколько, на сто шестьдесят миллилитров. Поскольку марганец, он очень трудно растворяется, лучше его разбавить, потом отсюда же можно, сейчас, можно слегка залить. Такой слабенький розовый раствор должен быть. Вот тут что-то слабо. Ну, сам процесс я не смогу показывать. То есть, тут большого ума не надо. Надо клюва открыть, накачать туда вот этот раствор, потом перевернуть голубку вниз головой и нажать на зуб, чтобы прочистилось. Да, ну, попробую так показать. Видите, вот у него зуб как мячик стал. Даже вот так нажимаете, она не спускается. Ее надо будет аккуратненько вот так нажать и спускать. Ну, неудобно будет, в принципе. Сначала надо зуб раздувать, а потом только раствором пробыть. Все, дорогие мои, промыл я ее зуб. Кстати, зуб у голубей, это очень, вот как собакам, кошкам там, знаете, да, тиграм, львам бьют по носу, у них самое слабое место этот, болючее место у голубей, это зуб. Ну, раньше, когда голубятники спорили с собой, это, да, там на злость голубей, раньше было такое, там не на время лета, там голубятники спорили. Допустим, я привел своего самого злого голубя, который невозможно сажать. Ведь мы же сажали голубей с неба, понимаете, это целое искусство было. Посадить, взять плен, не дать уйти, загнать голубятник. То есть голуби были не такие, как сейчас, дорогие мои. Это сейчас смотришь, спустился и бегом тебе в голубятник. Ну, что за голуби? Они неделями спускались на землю, даже когда пропали там, не могли свой дом найти, спускались на землю, но в голубятник тебя не заходили. По ночам ловили их, с крыш ловили, да, то есть вот, ну, это голуби. И вот было такое, да, соревновались. Допустим, кто-то приносит ко мне своего лучшего голубя и выпускает. Я его должен загнать. То есть, ну, естественно, голубь может заскочить, улететь. В общем, ну, он на моей пятачке, да, там, то есть, я должен его поймать, как-то. В общем, и были такие, ну, у нас был один такой, очень хитрый, очень сустрый голубятник. Какого бы голубя не принести к нему, этот голубь к нему, прямо пулей залетела голубятник. В общем, все были удивлены. Ну, я был пацаном маленьким. В общем, и мне было любопытно, что ж, как так это, да, там. В общем, я обращал внимание, когда к нему приводят голубя, ну, это были споры, там собирались люди, вот как сейчас соревнования устраивают голубей, да, там тоже были, там приходили много людей, поймает он, не поймает, вот так вот, да, уйдет голубь. Если он не мог загнать этого голубя, то тот, кто привез голубя, он забирает любого голубя в этом голубя и уносит с собой, то есть без разбора. То есть какого? Ну, естественно, все друг другу знали, у кого самый лучший голубь, забирали самых лучших. Там, некоторые выкуп давали, там, чтобы он не забрал деньгами, там, ну, все, ну, была такая красивая процедура. И вот это, да, там, обращал внимание, что он все время, когда к нему привозят голубей, берет, там, головочку гладит. И как-то обратил внимание, что тот момент, когда он головочку гладит, короче, и аккуратно, он на зоб резко выдавливает. Ну, он сейчас спокойный человек, да, и я ему потом, я говорю, Шулик, а почему ты на зоб нажал? Да нет, я, говорит, этот, я говорю, ну, как, я уже который раз замечаю, что ты нажимаешь, да, но мне объяснил, он голубях очень хорошо понимал. Ты, когда, говорит, резко на зоб нажимаешь, говорит, голуби очень больно, это у них очень болючее место. И поэтому, говорит, голубь ищет пятый угол, он уже не думает о том, как уйти домой, он ищет угол, где можно спрятаться, вот поэтому они так залетают. Это уже были такие хитрости. Так, ну, а тех, сейчас посмотрим, наверное, выйду на улицу, там подожду. Так, походу, я их не дождусь. Это вот, что-то такое, то ли орел, то ли что-то летит. Вот от него они могут шарахаться и не сесть. То, что я говорю, что умные голуби, они должны будут спускаться, если их ничего не напугало. я не наблюдаю голубей, их было видно, они начали спускаться, походу, напугались, опять ушли вверх. Но посмотрим, насколько мозгов хватит спускаться им. Все-таки. Дорогие мои, ну, уже, наверное, минут 15 наблюдаю. ничего не вижу. Походу, от страха опять соскочили. Спустятся они сегодня или нет, не знаю. Ну, а это голуби, которые постоянно спускаются, то есть, они не остаются в ночь. Там один из них, генерал, это 100%, я видел. подождем, видно будет. Так, щелчки слышу, ничего не вижу. Вот, 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 красавцы. Блин, ну как, ну как, ну как не радоваться, дорогие мои, ну как, ну скажите. Ну я посмотрел, генерала не было, купленыша не было, голубочки его не было, чуватой голубочки. Еще кто-то, не знаю, но четверых я видел наверху. Чуть не было. Тут и упадешь из-за них. И с боем садятся, ночью с боем садятся, дорогие мои, с боем. Я как-то говорил, ночью слышишь голубей там, одиночью, как ты можешь слышать, голубей видеть надо. Вот так слышишь, бой на голубей, слыши, дорогие мои, потому что ночью не видно. А вот когда они бьют, потреск вы слышите. по треску вы слышите. Слышу треска, их все равно не... А, ну да, вот они. Вот они. Молодцы. Даже орел не напугал. Я же, честно говоря, я думал, что они сегодня уже могут не сесть. Почему? Потому что нам напугало. Вот один, оп, 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 промажешь, сядешь. Это кто? Это красношеи, походу, да, это красношеи. Это раз. Ну, один черно-белый, это генерал. Черно-белый генерал. Чернохвостый, походу, купленыш, еще и белый должен быть. Ну, слышите, треск, слышите? А, не, все, все четверо, вон, еще раз, два, три. И вот белый голубочка тоже, умница, чубатенькая. Это дочь хамус, человечки. Дорогие мои, ну, это сказка, скажем, вот, пошла сила. Вот, ты моя солнышко. Это сила, это вот генерал-минерал, тут с горей хайлфлит. Ну, треск, слышишь, вот, слышно, а голуби не видно. Вот он. Это, Акбашик, это кукленыш, вот он. Вот он, вот он, и генерал сел. И генерал сел. Так, что, еще треск, да, еще треск идет, вот он. А, ну, это сестра бессмертной дуры, по-моему, ее тоже не было. Да, это она. но она точно уже вниз не спустится. Она на крестовину сядет, а вот с крестовины ей тяжело будет спускаться. Это вот она, дурочка моя. Нет, пошла вниз. Пошла вниз. Обычно на крестовину садится, и на крышу не может спускаться. Дорогие мои. Ну, видите, оказывается, пять штук было. Оказывается, вот он, кукленыш. Это вот мать с отцом этого, пескунчика, который я показал в ролике. Это вот они. Так, а где дурочка? И генерал сидит там. Ну, мне пришлось эти прожектора тоже включить. А вот она. Вот она, идёт, идёт, идёт. Да, 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 это хорошие. Ну, что ж, можно вам еще сказать. Вот сейчас, если птицы бы осталась ночь, они не виноваты, понимаете? Их было видно, я показывал, да, уже пошли на посадку, четверо были на посадке, и резко дали, ушли вверх, напугались. В общем, от страха ушли вверх. То есть, на фоне стресса они могли не спускаться. Так что, дорогие мои, миру мир, голубям небо, здраве здравомыслящим, и гоняйте, не бойтесь. Всем спокойной ночи.